Я ж не пил вчера, почему это со мной происходит? Вышло второе сюжетное дополнение для Alan Wake 2. Никакая зараза остановить меня не сможет от рассказа про оба существующих. Тратить на них время или Сэм Лэйк опять награфоманил суп из букв? Детективное агентство «Битый пиксель» напало на след финского рецидивиста, чтобы вытряхнуть из него всю дурь и забрать ее себе. Дури много не бывает. Тем более, может, с такими вот запасами дури станет понятно, почему это не петля, а спираль, что он от нас опять скрывает. Почему, Сэм? Почему? Как я уже сказал, даже болезнь не остановит, чтобы узнать правду. Как можно узнать правду в бесконечном сериале, который ничем никогда не закончится? Это уже там, как Твин Пикс, блин. Он просто существует. Ты не играл ее, значит, знаешь, как там все. Ну я просто знаю, что это такое. Ну вообще да, ты прав. Внезапно ты попал в точку. Но для начала мы выясним, как поживают параллельные вселенные. Найт Спрингс — это первое дополнение и по совместительству телепередача с фантастическими зарисовками во вселенной Алан Уэйк. Сам мистер популярный баттон Мэшер накатал несколько эпизодов. Нам показали три штуки. Каждая про своего героя, со своей историей и со своими правилами, но тем же самым геймплеем, что и раньше. Первое, самое угарное, про официантку Роуз. Представь себе, есть вселенная сверхъестественных штук и прочего. Там писатели, которые создают буквально из ничего что-нибудь. Идут официантки. Но она интересна тем, что главная фанатка бумагоморателя с фонариком. И вот что мы о ней знаем. Она пахнет корицей и порохом. В первой части ее использовала темная сущность, чтобы выманить мистера Аве. Во второй уже ему помогала. У нее, очевидно, есть определенный талант. То есть, небеспомощная тварь. Самый главный ее талант. Абсолютно больное воображение. Она реально довольно сильно поехавшая на Алани. И, в общем, представьте себе, написала про себя же фанфик, где спасает своего ненаглядного. С глазами, как закат и бархатной бородой. А спасает она его от хейтеров и злого брата-близнеца. Ну, то есть, она достойна своего, не знаю, у кого, наставника, мастера, хрен знает. Да, мастера. Того, кому она поклоняется. Абсолютно дебильные рассказы пишет. И с такими тяжеловесными оборотами. Ну, все как положено для графомана. Любителя, который не издается. Потому что, ну, вот такой вот он. И чё, все ее рассказы воплощаются точно так же, как у Алана? Ну, нет. Это просто, как бы, Алан написал про свою фанатку, которая, как бы, практически написала про себя историю. Жесть. Как-то так. Кто ты? И почему ты выглядишь как немного не красивая версия моего писателя? Писательница из нее, как из Дэвида Кейджа. Получается очень смешно и мега слащаво. Ну, естественно. Хоть и пострелять немножко приходится. На самом деле, изрядно. В общем, это все. На самом деле, 40-минутное дополнение, в котором просто ржачный персонаж, который попадает в идиотские ситуации за счет того, что это все выдуманное и вот такое вот гипертрофированное. Благодаря ее больному воображению. Фантазия у меня такая прям сумасшедшая. Потому что его брат-близнец, это такой плохиш на мотоцикле. Вишенка на торте этого эпизода. Сумасшедшая буги-вуги в конце. Потому что каждый эпизод заканчивается всегда песней. И вот песня просто потрясающая. По моему булшитометру, в сумме серии набирают просто 10 из 10. Жаль, только мало. Роуз достойна и своей собственной игры, я считаю. У Джесси есть своя игра. Почему бы и Роуз не дать целую? Там время диверсии, что такое и не происходит. Тема смешений разных игровых вселенных вообще-то очень богатая и интересная. Например, кто бы мог подумать, что в мире кораблей когда-нибудь появятся ящеры, русы и заводной фонг. Собственно, с 16 по 30 октября это прекрасное безумие станет реальностью. Для начала напомню, что мир кораблей интересная игра сама по себе, где можно сражаться на детально воссозданных исторических военных кораблях, пятиклассах и тринадцати наций. От проворных эсминцев и универсальных крейсеров до огромных линкоров и подлодок. На любом из них по вечерам можно неспешно разматывать оппонентов на красивых картах. Для счастья не хватало только тематической зарубы русов, которые всегда будут против ящеров. На собственной карте с асимметричным режимом 5 на 12. Бог Перун, дай нам сил, чтобы справиться с погонью зеленой. Самым лучшим морским воинам режим предложит испытания, за прохождение которых можно будет получить тематического командира Доброжира Дарабадановича. Атмосферка здесь что надо, согласитесь. Поэтому срочно активируйте код SUPERSTART2024 при регистрации и участвуйте в активностях с бонусами на 16 тысяч рублей. Ссылка в описании. Вторая серия шоу про Джесси Пейден из компьютерной видеоигры Control от финской студии Remedy, которую занесло в еще более зловещую вариацию парка Мир Кофи. Она почему-то там ищет своего брата Дилана, а не в старейшем доме, как происходило в игре, основной, которая Control. Конкретная вселенная в целом в стране, чем обычно. Правительство, похоже, контролирует сознание людей через кофе. Не, ну логично, на самом деле все пьют кофе. Да, и в таких количествах, что... Или просто у кого-то крыша поехала от одиночества. Хоть мир кофе мое самое любимое место во вселенной Ауана, но что-то эпизод получился, честно говоря, просто слабенький. У него есть только начало и конец. В середине не успевает развлечь ничем, ну кроме слабых пострелушек. У этой версии огненной Джесси нет сверхъестественных способностей. То есть она не джедай, который может хватать, бросать и прочие штуки делать. Просто стреляет. То есть, ну... 6 из 10. И только потому, что рад был ее видеть вновь. Пока не вышел Control 2. Об этом позже. У меня немного кофе в мою муку, но я его сломал. Стоит все нормально. Третью историю посвятили Шону Эшмару, канадскому актеру, который играет путешественника по мультивселенной в видеоигре Timebreaker, придуманный неподражаемым Сэмом Лейком. И помните? Того самого Шона Эшмара, который играл главную роль в игре Quantum Break, придуманную Сэмом Лейком. Ну как всегда, этот... Ирония, постмодернизм, все смешали. Решили прям выехать на самых-самых странных завязах. Мультивселенная нынче модна и популярна. Теперь это совершенно легко продать. В общем, в этом эпизоде вымысел и правда переплетаются. Вселенные смешиваются, как коктейль Long Island Ice-T. Гремучая смесь также дает вам по шарам, что трудно соображать. Где я? Кто я? Я ж не пил вчера. Почему это со мной происходит? Достойно 12 из 10, если вы спросите меня. Разнообразно, вычурно и мета. Плюс, вполне вероятно, для общего лора это самый важный кусочек. Если считать, что все вселенные, какими бы параллельными они ни были, связаны воедино. Их же, напомню, написал Алан. Все это написано Аланом, вся игра написана Аланом, условно говоря, и эпизоды тоже. То есть, стали они оттого правдой для основных событий. Может быть, каждая из этих историй один из витков спирали? Гребаная Кодзимовщина или эстетически роскошная и вообще не поехавшая Лейковщина? Спорить придется еще много лет, потому что второе дополнение, Домик у озера, не дает ответов на старые вопросы. Вторая часть, увы. Зато мы погоняем нашу любимую лесбиянку Киран и Стевис по секретному учреждению Федерального бюро контроля. Тот самый домик построили на берегу озера Колдрон, потому что дичь здесь случается слишком часто, чтобы это было совпадением. Зону соприкосновения кто-то должен сторожить и заодно исследовать. База затихла где-то параллельно событиям второй части. Киран как раз и ковырялась в ней до того, как стала непосредственной участницей основного замеса в Брайт Полс. Все это сложные вещи для тебя, Лех, когда ты не играл, но фанаты поняли. Это шок, Дайана! Это шок, 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 Джулс. Мы увидим тебя там. Найт Спринкс ничем кроме веселого пупури не воспринималось, потому что местом действия были старые локации. На Рьюс в целом был оправдан, но хотелось бы чего-то более существенного. И как раз на Лейкхаус, очевидно, потратили больше сил и времени, раз область совершенно новая. Заходишь ты, значит, в комплекс и сразу чувствуешь себя, как в старейшем доме, в месте действия Control. Те же отставшие технологии, тот же вылизанный брутализм, даже доктор динамит Каспер Дарлинг вернулся на минуточку. И тут забавный факт для тех, кто в танке. Актер Мэтью Паретто одновременно играет Дарлинга, и лицом, и голосом, и озвучивает Алана. У некоторых, наверное, мозг взорвый. Опять. В неочередное головоломное взбалтывание мультивселенского эфира. Ну а раз мы начали вспоминать актеров, то почти минутой молчания Джеймса МакКефри с самого Макса Пэйна и Алекса Кейси. Однажды даже Эдварда Кардби. Он ушел от нас в прошлом году, и это невосполнимая потеря. Особенно, когда на горизонте маячат ремейки Макса Пэйна. Второе дополнение нагнетает атмосферу темными и очень ограниченными лиминальными пространствами. Везде все закрыто, сплошные загадки, которые надо действительно решать, а не повернуть два рычага, как это бывает обычно в Резидентах. И миллиард ваших любимых записочек, текстиков, докладиков и письмишек. Но все равно страшно похоже на Resident Evil. Только разве что количество текста больше, естественно. Да и в целом получился такой мини-хоррор на два часа с гаком. Потому что, опять же, джедайских трюков и Киран нету. Приходится чуточку пострадать. С пистолетиком, дробовиком и еще одной секретной штукой. Например, приходится таскать руками энергетические кубы, как в Control. Но там Джесси хватало суперсилы. Вот такой вот ящик, представь себе. А там еще напичкан всякой электроникой. А это такая рукави... Боже мой, что же они такие тяжелые? Ну, то есть, оказывается, что этот мир воспринимается по-другому персонажами попроще. Без сверхъестественных способностей. И такая перспектива мне всегда очень нравится. Когда ее возможно создать. И, как бы, Сэм Лайк это понимает. Что перспектива в таких вещах, это интересно. Это как в супергеройских фильмах или вообще комиксах. Когда тебе показывают, что это неестественно. Суперсила и вот это вот все. Когда обычный человек попадает в это, он такой... А мне ж капсдет. Это тоже самый пример этот. Вархаммер 40 тысяч, да? То есть, Space Marine. Да, нормальные чуваки. Просто мы рубим там этих тиранидов, да? А обычные человечечки, которые не справляются ни с кем. Это самая даже маленькая какая-нибудь говнючка. Перспектива. Катианцы такие. Ну, я же рассказывал Space Marine 2 про эту историю. Или как Doom Slayer. Все вот это. Это, как бы, примерно такая же история. То есть, похоже, приемчик, который по-другому дает взглянуть на вселенную, на происходящее. Ну да, он более широко дает взглянуть, что, типа, вот есть разные-разные эти существа есть в этом мире, да? По-разному они воспринимают эту реальность, да? Реальность живая, вот она существует. И в данном случае мир, вселенная, как бы, Alan Wake, Control, он чувствуется живее тогда. Да, да. Как раз таких историй, как в Night Sprint, хоть они и выдуманные, то есть, как бы, совсем уж написанные-написанные, да? Ты понимаешь, что эти персонажи не просто появились на секундочку в игре, а это действительно их продумали. Это не просто, там, инструмент. Это тот самый момент, почему игры Remedy классные, почему Sam Lake классные, почему это не просто вот какая-то абстракция, а на самом деле продуманные. Да, как только появляется у любого элемента глубина, да, ты сразу понимаешь силу произведения, да, в которую ты погружаешься. А Alan Wake и все игры Remedy как раз про силу слова и выдумки, и произведений, в том числе художественных. Я надеюсь, они не сделают эти вещи легче. Дополнение как раз об этом, там, очень интересные заметки. История, в принципе, классная, идея интересная, реализация сумасшедшая. И у нее есть, как всегда, свой мета-слой. Прикольно. В общем, актуально, что прямо обхохочешь. С точки зрения лора, правда, не так много появилось. Не двигаются никуда глобальные события, потому что происходящее практически локальное. И уже не имеет значения, потому что прошло. Оно совершилось, закончилось, все. За исключением своеобразного тизера второго контрола, которое пришит так же, как и все остальное. Будто бы случайно, но теперь-то мы знаем, что случайностей в Remedy версии не бывает. Но после прохождения этого допа наступает осознание, может быть, даже некоторое разочарование. Развитие событий ждать еще очень долго. Только в середине 2025 года начнут полноценную разработку сиквела «Рыжие угрозы». До трехи Alan Wake я, вероятно, вовсе не доживу с таким кашлем. Но давайте не отвлекаться. Два дополнения в сумме добавляют четыре часа игры. Ну и, может быть, пять, если вы заблудились немножко и медленно читаете. Оба, я считаю, где-то на восемь из десяти в сумме. В смысле оценки, а не в смысле часов. Но, может быть, не полноценные восемь, а чуть поменьше. Они все-таки, ну, главная беда их. Они необязательные. Типа, дополнительные задания. Но очень неплохие. Если вам нравится, вы играете в дополнительные задания. Если не нравится, то не играйте в дополнительные задания. В общем, стоит зато немного. А во время хэллоуинской распродажи в ЕГС, но пока можно и вовсе оба за десятку баксов взять. То есть, четыре часа насыщенного сюжетного вот этого всего, что мы любим обычно. Нормально, совершенно. Это не 30 за дебильный Starfield Shattered Space. Который я недавно ругал. Помнишь, да? Который прям... Это не 30 за машинку, да? Не 30 за машинку, да. Самое лучшее, что там было. Машинка. А тут тебе и лесбиянки, и официантки, и путешествия во времени. И вообще все самое лучшее. Я в тебя в лесбиянился. Скотт Пелегрин. Нет, другое слово на L. Лесбиянки. В общем, нет причин, как говорится, не вернуться в одну из лучших игр 2023 года и вообще, возможно, в игровой индустрии. Или таки пройти ее, если ждали полноценного комплекта. Вот все вышло, больше ничего не обещать пока. У Remedy и так дел хватает. Помимо упомянутого, они делают копный спин-офф про разборки в старейшем доме. От первого лица Шутанчик. Нальва уже больше не надеюсь. С кем-нибудь поиграем. У них еще и ремейки Макс Пейнов обоих. Я все это к тому, что эта глава закончена. Жаль, но впереди еще много интересного от одной из самых креативных студий в мире. Берегите их, пока меня нет. Пожалуйста. Куда ты решил пропасть? До следующего видео, когда я буду про них рассказывать. Наверное, так. Я не знаю. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok